Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Крылья, лапы и хвосты». С вами снова я и ее ведущий Дмитрий Орлов и мой коллега и соведущий, попугай Карлос. Я не перестаю удивляться, насколько разнообразен окружающий мир. Природа долго трудилась над созданием уникальных красок, форм и характера. На нашей планете прекрасно уживаются крайности. Есть среди живых существ представители огромных размеров, а есть настолько маленькие особи, едва заметные человеческому взору. Как раз о некоторых из них, больших и маленьких рекордсменах животного мира, мы сегодня и поговорим. Уважаемый Карлос, скажите, пожалуйста, какое животное ассоциируется вас со званием самого большого на планете? Конечно, вы правы. Голубой кит – это самое крупное млекопитающее на Земле. Вы только представьте, дорогие телезрители, длина взрослой особи может достигать 35 метров, а вес – 150 тонн. Карлос, ну а второе место в рейтинге гигантов занимает саванный африканский слон. Слоны – это последние сохранившиеся до нашего времени представители отряда хоботных, некогда многочисленной группы млекопитающих, истории которой насчитывают около 60 миллионов лет. Африканский слон внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самые крупные наземные млекопитающие. Несмотря на массивное телосложение, слоны удивительно подвижны. Они хорошо плавают и даже передвигаются по дну водоема, выставив над водой только хобот. Эти животные могут развивать скорость до 35-40 километров в час. Саванновые слоны стараются селиться неподалеку от водоемов. Без воды эти огромные существа могут погибнуть. Слоны активны как днем, так и ночью. Общаясь между собой, они используют большое число визуальных сигналов и прикосновений, а также широкий репертуар звуков, включая известный всем громкий трубный рев. Исследования показали, что крики слонов содержат еще и инфразвуки, благодаря чему они слышны на расстоянии до 10 километров. Карлс, жаль, но не пригласить в нашу студию такого гиганта. Места попросту не хватит. Но ничего, у нас в гостях тоже рекордсмен. Знакомьтесь, это пантеровая черепаха. Она считается второй по величине среди сухопутных черепах африканского континента. Первое место занимает шпароносная черепаха, ближайшая родственница нашей сегодняшней героини. Но сегодня речь не о ней. Некоторые натуралисты называют эту черепаху самой красивой из всех существующих. Согласитесь, Карлос, выглядит она и вправду очень эффектно. Эту черепаху легко опознать по ее своеобразному панцирю, который напоминает купол. Давайте повнимательнее посмотрим на нашу гостью. Вся поверхность карапакса – это верхний щиток панциря, как будто изрисован черными пятнами. Кстати, из-за такой окраски панциря эту черепаху часто называют леопардовой. Согласитесь, Карлос, такая расцветка нашей гости – очень неплохой камуфляж. Ее собственная внешность очень помогает черепахе и в маскировке, и защите от врагов. Существует даже такая история. Один натуралист доставил пантеровых черепах из Африки в Европу. Одна черепаха у него ускользнула. И владелец нашел свою проворную подопечную лишь на следующий день на порядочном расстоянии. Больше суток он искал пантеровую черепаху. Но из-за такой окраски панциря она как будто сливалась с местностью. А сейчас давайте посмотрим на массивные конечности нашей гости. На каждой лапе есть роговые нароста и массивные когти. Такое строение конечностей помогает во многом пантеровой черепахе в добыче пищи. Знаете ли вы, Карлос, что пантеровая или леопардовая черепаха – это травоядное животное, которое с удовольствием питается растениями, суккулентами или упавшими плодами. Ну что же, друзья, а сейчас мы попрощаемся с нашей очаровательной гостьей и продолжим нашу программу. Ну что же, коллега, мы с вами вспомнили поистине крупных животных. С одним из них нам даже удалось пообщаться. Теперь слово за малышами. Как известно, калибри считается самой миниатюрной птичкой на планете. Среди птиц этого вида существует еще более мелкий подвид – это калибри пчелка. Подробнее об этом удивительном существе в нашем сюжете. Калибри пчелки обитают на Кубе и на острове Хуенту. Их вес всего несколько граммов, а длина равна 5-6 сантиметрам. При этом половину длины тельца составляют хвост и клюв. Несмотря на свои маленькие размеры, калибри очень много едят. За сутки употребляют примерно в два раза больше пищи, чем они весят сами. Только таким образом они могут поддерживать усиленный обмен веществ и постоянную температуру тела. Питаются калибри пчелки нектаром цветов, а также мелкими насекомыми, которые иногда поселяются в самих цветках. Подлетев к цветку и остановившись перед ним в воздухе, в этот момент птица совершает более чем 90 взмахов крыльями в секунду. Калибри вводят в цветок клюв и, не открывая его, лишь слегка приподнимают вверх на отклюве и высовывают сложенной трубочкой конец языка. Именно так происходит процесс питания этой миниатюрной птицы. Интересен и тот факт, что калибри способны впадать в литургический сон. Днем температура тела калибри составляет 39-40 градусов по Цельсию, а ночью падает до 18. Дыхание при этом становится еле заметным. Таким образом, калибри уменьшает расход собственной энергии. С наступлением утра и повышением температуры воздуха калибри возвращается к своему обычному состоянию. Эту крошечную птичку подчас нелегко отличить от насекомого. Тем более, что и звук летящей калибри пчелы тоже отчасти напоминает звук, издаваемыми насекомыми. В целом, в природе насчитывается более 300 видов калибри. Все они живут не только в тропиках и субтропиках, но и в других климатических зонах вплоть до Аляски. А сейчас я хочу представить вам еще одну птицу, конечно, тоже рекордсмену в своем роде. Это самая крупная сова на планете Филин. Птицу эту легко узнать. В первую очередь по ее размерам, темному клюву и мохнатым лапам. Карлос, вы только посмотрите, какой устрашающий вид у нашего гостя. Не зря эту птицу еще называют пугач. Внезапный крик Филина среди тишины ночного леса может стать тяжелым испытанием для слабонервного человека. Его мрачное уханье разносится по лесу с невероятной мощью. Этот звук можно отчетливо услышать за 3-4 километра от исполнителя. Поведение у нашего гостя вполне характерное. Как правило, Филин неторопливо летает над землей, высматривая свою добычу. У этой птицы есть уникальная особенность. Филин может развивать свою полную скорость практически мгновенно, с первого взмаха крыла. А летают эти птицы быстро, с легкостью разгоняются до 60 километров в час. Обратите внимание, друзья, на богатое и плотное оперение нашего гостя. Вес этой огромной совы может составлять 4 килограмма, а размах крыльев до полутора метров. Между прочим, сов других видов наш гость расценивает как свою законную добычу. Кроме того, Филины с легкостью охотятся на зайцев, белок, глухарей, тетеревов и рябчиков. Промышляют в местах ночевок ворон и грачей. Ловят чаек. Да, не хотел бы я в ночном лесу встретиться один на один с этой огромной совой. Филин всем своим видом показывает, кто хозяин на этой территории. А сейчас, уважаемые коллеги, я хотел бы познакомить вас с последним нашим гостем. У меня в руках жунгарский хомячок. Эти грызуны, как вам удалось заметить, дорогие друзья, совсем маленькие. Их длина не превышает 9 сантиметров. А средний рост этих хомячков составляет около 5-6 сантиметров. Рассмотрим этого симпатягу повнимательнее. Для карликового джунгарика характерны пушистые ноги. На спине у него толстая темная полоска. Также у хомячка очень короткий хвост, которого практически не видно, когда он сидит. Мех джунгарского карликового хомячка отличается значительными белыми вкраплениями. Подобная краска объясняется тем, что джунгарский хомячок – степное животное. Он часто укрывается от хищников, зарываясь в снег. Живут джунгарики, главным образом, на юге Сибири, однако встречаются в Казахстане, Монголии и Маньчжурии. Вам тоже симпатичен наш герой? Прекрасно вас понимаю. Этого симпатягу любят взрослые дети, поэтому его частенько можно встретить в городских квартирах. Эти карликовые хомячки легко приручаются. Они общительны и поэтому подходят людям, которые готовы уделять своему питомцу много времени. А теперь давайте попрощаемся с нашим маленьким другом. Но тему грызунов мы, пожалуй, продолжим. Далее в нашей программе речь пойдет о самом крупном грызуне на планете. Это капибара, или, как его еще называют, водосвинка. Первые исследователи Южной Америки, обнаружив это животное, задумались над вопросом, как его назвать и к какому роду отнести. Оно не похоже было ни на одно из известных млекопитающих. Мордочка напоминала морскую свинку, а вот телом с ногами походило накопытное животное. И все же его отнесли к грызунам и назвали капибарой, что на языке южноамериканских индейцев звучит как «хозяин травы». Основные органы чувств – глаза, нос и уши – расположены у этого зверя высоко, что позволяет ему почти полностью погружаться в воду, пережидая таким образом жаркое время суток. Питаются капибары водными растениями, поэтому не составляют конкуренцию другим млекопитающим и без труда занимают свою экологическую нишу. Живут самые крупные грызуны обычно небольшими группами. Обстановка в стаде спокойная, капибары вообще очень миролюбивы по своей натуре. Конфликты происходят очень редко. Существует четкая иерархия, все подчиняются вожаку стада. Стадо грызунов спокойно и неторопливо перемещается по берегам рек и болот, меняя места кормежки. Капибары наиболее активны по утрам и вечерам. Ночью они устраиваются на лёжке прямо на открытых местах и не роют для себя норы. На этом, дорогие телезрители, мы с Карлосом прощаемся с вами. Сегодня вы узнали о самых больших и самых миниатюрных животных планеты. Смотрите нашу программу «Крылья, лапы и хвосты» и вы узнаете ещё много интересного. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова